На телеканале ЛАБА время новостей. В студии Людмила Никонова. Здравствуйте в этом выпуске. Подготовка ко дню района и города и другие вопросы текущей недели. В администрации района состоялось планерное совещание. Приговор вступил в силу. Житель Засовска получил 10 лет за склонение подростка к употреблению наркотиков. И в район администрации подвели итоги конкурса на звание «Лучший участковый полномоченный полиции 2017 года». Александр Сачков в понедельник провел планерное совещание. До конца августа в районе намечены много мероприятий. Они связаны с началом учебного года, предстоящим празднованием днем района и города. Впереди выборов ЗСК и 80-летие образования Краснодарского края. Все ближе празднование дня района и города. Торжества пройдут 2 сентября. В этом году исполняется 70 лет со дня преобразования станицы Лобинской в город, так что все мы будем отмечать еще один юбилей. Эта осень богата круглыми датами. 80 лет образования Краснодарского края, 225 лет высадки казаков на Кубанскую землю. Все эти юбилеи находят отражение в многочисленных мероприятиях года. На планерном совещании в район администрации обсудили подготовку главным торжествам. В 1947 году станица Лобинска переименована в город Лобинск. Для этого были разработаны отдельные мероприятия, выделены деньги, разработаны и почетными грамотами будем награждать. Вывешены отдельные плакаты, баннеры по дню города, по всему городу. Кроме этого вопроса, участники совещания обсудили празднование Дня российского флага 22 августа, подготовку к педагогической конференции она пройдет 29 августа. Учителя обсудят перспективы развития образования и основные направления работы в новом учебном году. Среди других вопросов текущей недели общегородской субботник. Он пройдет 26 августа. 10 лет строгого режима получил житель Засовской за то, что склонил несовершеннолетнего подростка к употреблению наркотических веществ. Троевой суд остал приговор Лобинского районного суда без изменений. Вступил в законную силу приговор Лобинского районного суда, вынесенный в отношении 26-летнего жителя станицы Засовского Лобинского района, который склонил к употреблению наркотических средств 13-летнего ребенка. Предварительным следствием установлено, что в январе 2016 года Большиков Николай Николаевич, проживавший в станице Засовского Лобинского района, путем неоднократных уговоров, склонил к употреблению наркотического средства марихуана малолетнего ребенка, которому было 13 лет. В ходе судебного следствия подсудимый себя виновным не признал. Вместе с тем доказательством, представленным стороной государственного обвинения, был убежден суд в виновности подсудимого в совершении инкриминированного преступления. Приговором Лобинского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом А. 3 ст. 230 УК РФ. Это склонение к употреблению наркотических средств, совершенного в отношении заведомо несовершеннолетнего. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, которую он будет отбывать в справительной колонии строгого режима. Не согласившись с постановленным приговором, осужденным его защитником на данный приговор были поданы апелляционные жалобы, в которых поставлен вопрос об отмене состоявшегося приговора и оправдании подсудимого за непричастность к совершению преступления. Вместе с тем, определением судебной коллегии Краснодарского краевого суда по уголовным делам приговор Лобинского районного суда оставлен без изменения, а апелляционная жалоба Большикова Николая Николаевича без удовлетворения. В Лобинском районе выбран лучший участково-полномоченный полиции отдела МВД. Имя победителя определила компетентная комиссия. Заседание состоялось в администрации района. Его возглавил заместитель главы района Игорь Юрьенко. С подробностями Наталья Литвиненко. В Лобинском районе назвали имя победителя конкурса «Лучший участково-полномоченный полиции-2017». В конкурсе приняли участие 35 стражей порядка. Причем важным критерием оценки было мнение горожан о работе участкового. В результате в финал вышли четверо полицейских. Победителя предстояло выбрать компетентной комиссией под председательством заместителя главы района Игоря Юренко. На конкурс поступили ряд материалов из поселений, из отдела внутренних дел. Эти материалы предварительно рассмотрены и на заседаниях Советов профилактики поселений, и на общественных трибунах, которые существуют у нас. Почему? Потому что смысл и цель и задача конкурса не только в том, что кто больше уголовных дел или протоколов административных насоставлял. Здесь именно расценивается не только оперативно-служебная деятельность, а и авторитет среди населения. Это уважение населения, это умение действовать подчас в нестандартных ситуациях, в сложных условиях, с тем, чтобы решать задачи, поставленные губернатором Краснодарского края, о том, чтобы в нашем населении жилось комфортно. И сегодня участковые полномочины, это на территории своего округа, это и страж порядка, это и уголовный розыск, и следователь, и дознаватель, и прокурор, и человек, который может и профилактическую беседу провести, и советам подсказать. То есть эти критерии оценки, они, конечно же, должны учитываться нами, в нашей комиссии. Пункты конкурса, по которым рассматривались кандидатуры участковых и полномоченных для выявления победителей, количество выявленных и раскрытых преступлений в области охраны общественного порядка, а также тяжких преступлений, число составленных протоколов по административным правонарушениям и другие показатели. Одним словом, оценивалась результативность работы сотрудников, знания нормативной базы, физическая подготовленность претендентов. Требования к конкурсантам были следующие – это набрать наибольшее количество баллов по работе с населением, общественными организациями, в формировании правоохранительной направленности и в оперативно-служебной деятельности. Второе требование – это нахождение в должности участкового в полиции не менее трех лет. И третье – отсутствие действующих взысканий. Значит, мы получили при рассмотрении поступивших заявок четыре кандидата, которые набрали наибольшее количество баллов. В числе тех, кто вышел в финал муниципального этапа, старший участковый полномоченной полиции Сергей Башкатов из Владимирской, Сергей Цаплин – участковый из Вознесенской и двоучастковых из Лобинска, Аслан Батчаев и Дмитрий Горобцов. Каждую кандидатуру члены комиссии тщательно рассматривали. Единогласным решением выбрали победителя. Им стал Дмитрий Горобцов. Он обслуживает административный участок, расположенный в среднем районе города. Этот конкурс, он как бы обозначивает, кто из участковых лучший, потому что профессия у нас очень сложная, и поэтому не все достойные участвовали в этом конкурсе. Были отобраны одни из лучших. Считаю, что на сегодняшний день победил у нас один из самых достойных. Далее кандидата, который победил, будут направлять на уровень в Краснодарский край, где он будет в конкурсе, будут оценены его все показатели. И если он выйдет в заключительный этап, возможно, мы победим. Но пока на данный момент у нас не было таких побед в Лобинском районе. Что отмечал замглавы, мы слышали. Ну, а стремится. Наталья Твининко, Горисаков, телекомпания «Лоба». Этот выпуск новостей подошел к концу. Сейчас реклама, затем прогноз погоды. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова